Добро пожаловать во вторую серию выпуска из Сейшел. Сегодня мы также продолжим гулять по острову. Сегодня мы приехали на пляж Анс-Энд-Энденс. Очень живописная, красивая дорога. Мы пешком дошли сверху с центральной дороги, с остановки сюда. Тут невероятно, но есть люди. Это первый пляж, где я встретила достаточно много людей. А все потому, что вот тут вот за этим камнем находится живописное место для фотографий. На самом деле на Сейшелах я еще не встречала ни одного пляжа, который бы я сказала, да не, но как-то он не очень. Тут все шикарные пляжи. Вы посмотрите на цвет воды, вы посмотрите на эти камни за моей спиной, на пальмы свисающие над пляжем. Песок просто как мука. Не знаю, кафец. Мне кажется, можно тут лечь и лежать целый день. Один из знаков Сейшел – это черепахи. Сухопутные черепахи. И вот они. Здравствуйте. Мы к вам в гости приехали. Огромнейшие черепахи. Просто с пробитыми панцирями. За заборщиками их тут так держат. И вообще говорят, что эти черепахи свободно обитают по острову. И можно их найти не только за заборщиками, а просто в природе. Мы потихоньку продвигаемся к северу острова. И обнаружили вот такой просто пляж без имени. С сейшельскими такими валунами в океане. Всем знакомая картинка. Неимоверный вид. Лазурная вода. Сказочная, как в принципе она везде. И тут просто хочется сделать сразу тысячу кадров. И сразу их в инстаграм все. Кстати, подписывайтесь на наш инстаграм. Вы можете нас найти по названию We Travel In. Что в переводе мы путешествуем в... И сейчас мы на Сейшелах. Там много интересных будет фотографий. Интересных историй, которые с нами привлечались. Интерес состоит в том, что на этих пляжах почти никого нет. Вот просто приходишь. Особенно если прийти с утра. Я думаю, тут можно просто загорать без одежды. И купаться, наслаждаться. Сегодня я решила вас просто закидать красивыми пляжами Сейшел. Мы остановились на другом пляже. Тоже не менее красивом. Смотрите, за моей спиной скалы. Уже в тени солнца. Красивый бушующий океан. Коралловый риф выступающий. Кстати, буквально за этой скалой общественный пляж под названием Корана. А этот пляж даже не имеет никакого названия. А мы приехали посмотреть на водопад. Въезд закрыт железными такими воротами скалочными. Вход с человека 25 рупий. Буквально одну минуту идти, что очень хорошо. Не надо карабкаться где-то по трейлам. Это один из немногих водопадов на острове Сейшел. Так что сейчас пойдем и посмотрим. Вот мы и дошли к водопаду. Вот такой красавец. Тут видняется самый большой водопад. На этой территории есть еще маленький, поменьше. Но я думаю, что смысла нет идти к маленькому. Потому что этот водопад и водопад. Ничего такого прям супер особенного не скажу. Но я уверена, что для Сейшел это, ух, какой большой водопад. Но вся красота состоит в том, что вокруг очень буйная растительность. Пальмы. Посмотрите на эту красоту. Пальмы. Уходит вода вниз. Площадка такая обзорная с видом на водопад. Для релакса, для отдыха. Тут можно просто прийти, взять с собой бутербродик. И круто провести время вот на той площадке, наблюдая за вот таким вот водопадом. Буквально 5 минут, как мы находимся здесь, поднялся ветер. И водопад просто усилился. Вот тот камень, где мы стояли, его уже не видно. Вода приходит за скоростью света. Мы буквально успели отсюда убраться. Посмотрите, какую мощь он принял. Если, когда я пришла, я говорила, что ну такой себе водопад. Ну вот это вот сейчас просто мощь природы. Видимо, где-то в горах пошел дождь. Трудно представить себе, что мы на тех камнях еще 5 минут назад стояли восьмером. Представляете? То есть он был большой. И вода была очень низко. А теперь он полностью закрыт водой. И вообще невозможно тут перейти уже практически. Очень сильное течение. Слава богу, что мы в эту сторону пошли. Они стали идти туда, куда предлагал наш гид, так сказать, в нижнему водопаду. Три минуты, говорит. Сейчас быстренько сходим. Сейчас бы мы стояли на том берегу и не знали бы, как нам перейти. С ребенком. Я не представляю. Не, сам бы да. Да, без ребенка и техники тут, конечно, можно перейти. Не сложно, не умрешь. Как бы тут вот видно, за какие камни цеплятся. Ну, будешь весь мокрый, конечно, а вот не замочить технику и не уронить ребенка, это, конечно, сложно будет. Такой поток сильный. Знаете, что меня очень удивило? Способ заработать здесь на Освене настолько разный. Вот наш гид, который нас сюда привел, он показал нам эту округу. И максимально, я уверена, что в конце попросят денег и он... Доброй ночи! Доброй ночи! Доброй ночи! И я уверена, что в конце попросят за услугу. И знаете, что он делал? Пока я снимала видео... Банапад хорошо! Банапад хорошо! 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 Пока я снимала видео, он, знаете, что делал? Он мыл мне шлепанцы об камне. Он чистил мне обувь. Я об этом не просила. А это все для того, чтобы я обратила внимание и дала ему потом денежку. Так что тут способы заработка вообще разные. Даже иногда даже не представишь, что может произойти, чтобы с тебя попросить деньги. Возвращаемся все-таки, мы просто обратно. А нам говорят, вот это растение, это корица. На самом деле, берешь листочек, мнешь и запах такой мммм стоит. А где-то надо мной бьется passion fruit. Вон фрукты. И рядом же star fruit. Вот так идешь по джунглям, подкрепился немножечко. А сейчас мы приехали на самый западный пляж побережья. Он уже конечный. Дальше идет национальный парк. Неимоверная красота. Очень спокойная водичка, классная для купания. Вот такая крутая котелька, прям на берегу. Деньги или жизнь? Ты тоже под местного косишь. Давай деньги. Туриска. 100 евро. А откуп? А почему так дорого? Ну давай 50 латв. Ты обещали продам за голову. Нас встретил закат буквально по дороге. Мы наблюдаем такую красивую картину. На этом все. Мы с вами прощаемся. А вас просим не забывать ставить пальчики вверх под видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Включайте уведомления, нажимайте на колокольчик. Встретимся с вами уже в следующем выпуске.